Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Кто не знает, меня зовут Дарина, я практикующий психолог. Сегодня в этом видео мы поговорим про шиперство. Мне мои подписчики задают вопросы, что я думаю по поводу отношений между Чонгуком и Литыхеном. Или же просят, сделайте пожалуйста реакцию на отношения между Чимином или Чонгуком, ну в общем не важно. Все это конечно же в основном связано с группой BTS. В общем я посмотрела на ваши вопросы и соответствующую информацию и решила вот сделать целое подробное видео по поводу шиперства. Чтобы мне ответить качественно, конечно же давайте вернемся к некому источнику, откуда пошло это явление. И шиперство наверное появилось с годов 90-х, когда вообще стало массово становиться популярным телевидение, телешоу, сериалы и так далее. А сейчас с развитием интернета, всевозможных социальных сетей, шиперство конечно же становится очень популярным. И как психолог мне хочется отметить, что это явление затрагивает тех людей, которые имеют склонность к фанатичному мышлению. Если вы хотите подробнее узнать, что такое фанатичное мышление, то я вас отправляю к предыдущим моим видеороликам, оставлю подсказки и ссылки наверное под видео. Поэтому пожалуйста, если интересно, просмотрите и подобную информацию. Теперь давайте вернемся, что же такое шиперство, почему же вам, зрителям, так интересно наблюдать за жизнью других людей. То есть вот это любопытство, оно очень сильно не дает вам покоя. Чтобы очень развернуто и глубоко ответить на этот вопрос, мне нужно задать вам лично, обращаясь к вам, к слушателю, вопрос по поводу того, как вы сами думаете. Какое количество времени вы тратите на то, что просматриваете огромное количество видеоматериалов, которые есть сейчас в бесконечном потоке в любой социальной сети, не в том же самом ютубе. И если вы четко осознаете, что вы тратите на это очень много времени, то есть недопустимо много, больше часа в течение каждого дня, то, конечно же, мне нужно здесь вас немножечко предостеречь и объяснить, что эта одержимость, когда хобби, увлечение превращается уже в одержимость, берет источник, свое начало, черпает из-за отсутствия собственного эмоционального, скажем так, скудности, собственного эмоционального скудности, когда наши серые будни становятся одинаковыми, мы, конечно же, хотим наполнить их эмоциями. Человек – это существо социальное, и все мы стремимся удовлетворить свое эмоциональное состояние, то есть нам недостаточно просто побеспокоиться, обезопасить себя какими-то простыми вещами, как удовлетворить свои чувства голода, создать себе какое-то уютное пространство, но, конечно же, мы хотим напитать себя еще чувственным восприятием. И если вы в обычной жизни, в обыденности, каждый день не можете самостоятельно напитать себя изнутри интересной жизнью, собственными событиями, то вы, конечно же, бессознательно начнете черпать этот источник вдохновения, эмоционального всплеска, и используя всевозможную либо литературу, как раньше женщины увлекались любовными романами, ну а сейчас у нас есть возможность все это черпать из социальных сетей. То есть сейчас я как бы, отходя шаг в сторону, но мне нужно объяснить вам, людям, которые как бы причисляют себя к этим шиперам, конечно же, объяснить природу, откуда в вас возникает это желание бесконечно долго наблюдать за жизнью другого человека. И здесь мне хочется как бы оказать вам поддержку и абсолютно, ну как бы проявить эту эмпатию, и я искренне вас прекрасно понимаю, откуда берется это желание. И хочу привести пример. Вот любое удовольствие, ведь вы, когда просматриваете эти видеоматериалы, конечно же, вы испытываете радость, да, вы им, как персонажам, сорадуетесь, или же наоборот обижаетесь, какие-то огромный спектр эмоций испытываете. И я тут проведу аналогию с еще одним увлечением или же удовольствием, как некая пищевая зависимость, или же для кого-то это будет алкогольная зависимость. То есть когда мы съедаем одно пироженка в неделю, да, или какой-нибудь вкусный шоколадный торт в неделю, то, в принципе, это социально допустимо, все мы это любим дело, все любим вкусно поесть. Но когда это пирожное превращается в ежедневное пирожное, и оно уже ни одно и ни два, то, конечно же, с таким количеством съеденного сладкого у вас может развиться сахарный диабет, ожирение, и еще много других заболеваний, или же психосоматические заболевания. То здесь, конечно же, очень такая яркая схожесть, когда мы собственную жизнь начинаем растрачивать на уже не увлечение, а одержимость, мы тем самым блокируем развитие себя как личности. То есть мы отказываемся от развития как интеллектуального, либо физического, или же даже коммуникативного. Мы тратим так много времени на то, что полностью посвящаем это время своим кумирам, своим каким-то, скажем так, объектам поклонения. Поэтому, что я вам предлагаю, как справиться со своей формой зависимости. Это подобно, вот опять же, возвращаясь к кулинарным пристрастиям. Если вы любите это пирожное, то можно от этой любви и страсти к вкусной еде, можно перейти к некому создателю этой еды. По такому же принципу человек может не просто наблюдать за чужой жизнью, а действительно написать эту историю и стать хорошим писателем, или же, не знаю, сценаристом. То есть используйте свое увлечение и хобби себе во благо. Если вы любите покушать, тогда станьте кулинаром, да, и уже самостоятельно создавайте эти прекрасные шедевры, кулинарные или же кондитерские, откройте свое кафе. То есть я сейчас вам хочу показать пример, что из некой одержимости, зависимости всегда можно сделать что-то качественное и благое, чтобы это вам уже приносило пользу. И как бы вы переходите из категории слушателя или же потребителя этого контента, вы становитесь создателем. То есть одно дело, когда мы с той стороны камеры, да, мы смотрим и вкушаем, а другое дело, когда мы уже создаем и передаем это на благо другие, ну как бы общественности, другим людям. Посмотрите, пожалуйста, на свое увлечение именно с этого ракурса. Это поможет в каком-то смысле справиться, если вы не можете, скажем так, оторваться, да, и все равно возвращаетесь к этим социальным сетям и все-таки следите и следите за своими артистами. Теперь давайте поговорим о второй очень важной вещи, как эмоциональный голод, да, то, что причина нашего увлечения берет свое начало именно за собственной неудовлетворенностью. То есть когда вы не удовлетворены своей жизнью. Есть такое понятие восьмигранника, гармоничного развития человека. Я как психолог просто обязана вам донести эту полезную очень информацию, что человек развивается гармонично, уделяя время своим родственникам, то есть семье, своей работе, своему отдыху, когда вы просто отдыхаете, в том числе и от интернета. И, конечно же, у вас должны быть различные формы развития, как физическое, то есть вы занимаетесь спортом, интеллектуальное, вы все-таки прокачиваете свои навыки и усложняете собственные задачи. Ну а дальше у вас есть некое хобби и увлечение, и друзья. Также нужно позаботиться о своем духовном развитии. Вот когда мы все вместе гармонично в себе развиваем, то мы очень устойчивы эмоционально, и у нас внутри развивается хороший внутренний критик, который способен анализировать информацию и не быть таким доверчивым. То есть та степень инфантильности будет снижаться, и вы сможете с реальностью уже как бы обрабатывать эту информацию и справляться со своими ежедневными задачами очень качественно. А когда вы, наоборот, поддаетесь своей слабости и слишком много уделяете внимания своему увлечению, то вы становитесь инфантильным. Вот знаете, как ребенок, который может проводить абсолютно, не знаю, бесконечное количество часов за компьютерными играми, да. Вот смотрите, здесь тот же самый принцип. Либо ребенок деградирует, да, и уже не сможет себя полностью о себе позаботиться в реальной жизни, или же, как я говорила вначале, он может превратить свое увлечение или же даже зависимость в профессию. Поэтому сейчас очень сильно распространяются профессии, как программист, да, компьютерный геймер и профессиональный. То есть можно действительно из вот этой своей одержимости сделать качественную профессию и уже работать во благо и себе, и своему сообществу, да, отдавать какой-то хороший, качественный продукт вовне. Поэтому посмотрите, пожалуйста, на свое увлечение с нескольких сторон. Не будьте слишком инфантильными, позвольте своему внутреннему критику развиваться и обрабатывать информацию более тщательно, то, что вы поглощаете. Это я все к чему клоню, да, и почему я вам это тщательно объясняю. Да дело в том, что наше сознание так устроено, если оно неустойчиво и не способно анализировать то, что мы видим вокруг, то мы становимся очень легкой мишенью, и мы с легкостью можем поддаться на всевозможные махинации. Почему вот эти все финансовые корпорации, такие, знаете, как МММ, и люди в большом потоке шли и отдавали собственные деньги? То есть их было очень легко обмануть, потому что вот эта инфантильность, детское поведение, когда мы не способны самостоятельно, финансово обучаться, да, и потом сделать соответствующие выводы. Вот эта модель поведения дает нам, как бы, вы как бы самостоятельно разрешаете вас обманывать. И если мы говорим о шиперстве, всевозможные фан-сервисы, которые для этого, естественно, предназначены, они мастерски с легкостью могут манипулировать вашим сознанием. И поэтому вы только вы сможете взять ответственность, готовы ли вы верить во всё, что вам преподносит, или же вы всё-таки можете, да, критически к этому подойти и чётко всё проанализировать. Это первая ваша задача, что вам нужно в вашей же, для вашей же безопасности провести какую-то внутреннюю интроспекцию. А второй очень важный момент – это возможность обучиться, да, вырасти психологически и научиться выстраивать личные границы. Когда человек хорошо осознаёт, что такое личная граница, то, конечно же, такие люди не… Во-первых, они не позволяют другим людям нарушать свою личную границу, и, во-вторых, мы сами себе не позволяем заступать на чужую территорию, потому что личная жизнь каждого из нас остаётся личной, и никто не имеет права вторгаться в неё. И вне зависимости, чья это жизнь медийного человека, то есть очень знаменитых людей, или же обычного, там, вашего соседа или коллега по работе, до тех пор, пока сам человек не принял решение и не поделился этим, то есть своей, да, жизнью с общественностью, то, конечно же, мы с вами должны учиться уважать чужую границу. Это мой посыл вот людям, которые крайне увлечены наблюдением за жизнью знаменитых артистов, и в том числе ребятами из BTS. Пожалуйста, давайте вместе учиться всё-таки сохранять этот баланс, потому что артист, он на публичной сцене, да, в социуме, он проявляется, как артист и создаёт творчество, то есть свою музыку. И мы, как поклонники, как фанаты, учимся очень корректно, да, как бы, скажем, обсуждать, анализировать именно непосредственно их творчество. А всё, что касается уже личной жизни, частной, их приватной жизни, оно должно остаться частным. Вот мой основной посыл. Что ещё мне хочется в этом видео до вас донести? Ну, во-первых, если вы как бы со мной не согласны, и внутри вас борется этот внутренний критик, и вам всё равно крайне любознательно, и вы всё-таки хотите докопаться до истины, а правда же, что там какие-то существуют отношения, или же нет, то мне хочется вас также предостеречь, когда мы не можем выстроить эти личные границы, то есть с уважением относиться к чужой жизни, то это показатель уже созависимости. То есть с такой психической структурой очень легко впасть в созависимые отношения, а эти отношения будут обречены на страдания, то есть на токсичность. Вы будете сливаться со своим будущим партнёром, или же, возможно, вы сейчас находитесь в отношениях, и эти отношения могут причинять вам боль. И, конечно же, уже с таким запросом нужно обращаться к специалисту, то есть к психологу, к психотерапевту, и прорабатывать своё мышление, своё понимание, что же такое гармоничные и здоровые взаимоотношения. Ну что же, напоследок хочется рассказать немножечко вообще о любви, потому что шиперство само по себе – это, конечно же, наше бессознательное влечение и желание поверить в эту возвышенную любовь, потому что люди, которые выстраивают эти иллюзорные замки и фантазии, что у тех или иных артистов есть эта возвышенная любовь, мы, конечно же, как дети мечтаем о той любви и сами к ней не можем подойти, подступиться, так как в реальности, чтобы построить настоящие крепкие и действительно качественные отношения, мы должны очень много трудиться работать над собой, над своими личными качествами. И вообще любовь – это такая манящая сила, притягивающая. Именно поэтому Ромео и Джульетта остаются актуальными и по сей день. И почему именно вот эти трагичные истории любви или же других артистов, допустим, еще один яркий пример – это Анжелина Джоли и Брэдпитт, да потому что в этих отношениях присутствует некая греховность и запретность. То есть запретный плод всегда сладок. Ромео и Джульетта – это были семьи, которые воевали между собой, и их любовь по определению была уже невозможна, то есть огромный конфликт. Точно так же было с Анжелиной Джоли. Или же другая любая история, помните эту сагу про вампира и земную девушку-человека? Тот же принцип срабатывает, что запрет стоит, что нет возможности объединиться этим любящим сердцам. Именно поэтому нас так сильно, как потребителей, притягивает к этому запрету. И напоследок я хочу вам напомнить про историю, а точнее даже про миф, про Эреса и психею, этот прекрасный миф, описывающий настоящее понимание и некое достижение этого чувства, как любовь. То есть любовь возможна только если мы преодолеем собственные негативные какие-то качества и готовы с ними как-то совладать. И как вознаграждение нас в итоге ждет это возвышенное, бесконечное, бессмертное чувство любви. Конечно же, мы все к этому стремимся, и очень часто бывает, что когда мы вступаем в отношения, мы наталкиваемся на конфликты, на некую непреодолимую стену, где вы не можете принять друг друга или прояснить какие-то напряженные моменты, и вы опускаете руки, и, конечно, вы как бы остаетесь в этом, как у разбитого корыта. Любовь и семейная гармония требуют больших усилий, и я как психолог, конечно же, это понимаю. Но если мы будем прикладывать определенные свои знания, попытки снова и снова реанимировать свою любовь, то вам уже не придется наблюдать за чужой историей, и не нужно будет фантазировать, додумывать что-либо. Вы уже в своей реальности, в своих настоящих отношениях испытаете это прекрасное чувство, как любовь. Единственное исключение – это, конечно же, молодые люди. Если вы подросток, если вам до 20 лет, то для вас это абсолютная норма, когда вы мечтаете, фантазируете и с удовольствием наблюдаете за чьей-то любовной историей. Но опять же это в кавычках, потому что реальная жизнь и то, что вы видите в социальных сетях, не имеет ничего общего. Это мир фантазии и иллюзий, то, что мы видим в том же Ютубе, а то, что происходит в реальности, недоступно никому из нас, потому что чужая душа – это потемки. И это уж точно я могу вас заверить в этом. Мы порой в собственных чувствах не можем разобраться и понять, кто я есть на этой планете и как мне взаимодействовать с моими близкими, с моим мужем, с моими детьми или мамой, или папой. Поэтому, ребята, пожалуйста, спускайтесь с небес на землю, оценивайте трезво, рационально, собственное некое восприятие того контента, который вы ежедневно употребляете. Взращивайте внутри себя хорошего критика, внутренний стержень, который способен анализировать информацию. И больше уделяйте внимание себе, прорабатывайте свои качества, и тогда ваше хобби останется всего лишь хобби. То есть вы должны уделять этому времени столько, сколько не будет мешать и создавать препятствия для развития вашей уже полноценной гармоничной личности. Надеюсь, вы меня услышали, и я искренне желаю, что вы сможете из своего увлечения, казалось бы, безобидного, как шиперства, создать что-то более прекрасное. Например, стать писателем, стать сценаристом, или создавать какие-то прекрасные видеоролики, монтировать что-то. То есть подойдите к этому творчески, перенаправьте свое любопытство в развитии своих творческих навыков. Вот, пожалуй, это будет самый основной мой посыл. Ну а если вы все-таки сомневаетесь, посмотрите, пожалуйста, мои видеоролики про фанатичное мышление, так как увлечение очень быстро может перейти в жесткую форму зависимости, а это уже губительно для вашего психического здоровья. Я на сегодня с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Спасибо, что были со мной. Субтитры сделал DimaTorzok